положила рустики с чесноком 5 граммов так теперь на 3 килограмма у нас тут расход 9 граммов вот этой специи это у нас для ветчины рубленых колбас очень хороший мне прям нравится пока на весах 27 грамм не будет так вот 27 и туда же фосфаты а как же чтобы не было бульонного отек и все и теперь будем вымешивать фарш всем привет большой-большой последнее дело на сегодня колбаса осталось фарша чуть-чуть сейчас проверю и включимся промолола сейчас буду добавлять специи я друзья сегодня просепарировала 120 литров обратно у меня получилось он там уже творог весь стекает нет сейчас я вам говорю колбасу доделать все и все совсем все я еще специи специи я приспособилась я приспособилась друзья мешать специи одни у меня профессиональные я кладу одну треть от веса на мясо как бы понятно и две трети натуральные специи получается вот положила на килограмм 6 грамм русики с чесноком вот стоят эти фляги пойдем посидим на качелях я вам сейчас расскажу с утра у меня было их были клиенты я отдала им сметану молоко вот сегодня не выспался потому что кот меня повадился будить полпятого кот как только расцветает он орет и говорит что ты иди меня выпускай я его сегодня вообще не пущу домой ночевать вот видите вот вся черешня какая есть то есть завязи это много смотрите сколько но они все померзли и тут если будет штук 50 наверное на всем дереве черешин это будет хорошо вот так вот из-за заморозков мы лишились урожая два дня назад на вспахали огород но я картошку даже не выходила не выходила сажать вы видели что картошку я купила это муж мой пошел с тачкой даже не знаю сколько рядов он посадил пойдемте вместе с вами посмотрим друзья вместе с вами смотрю но я знаю что я ему дала помидор он говорит давай буду сажать я гряди сажай здесь прям маленькие высокорослые помидоры авторские сорта он посадил вот и вот ведь вот они где кончились а что же их так много то посмотрите я думала гораздо меньше они место займут ой а вот здесь картошка под картошку места вообще получается совсем прям совсем мало вот он рядочек только посадил видите все ну вот вся картошка а вот это помидоры вот а вот там ведь вот это зеленый лужок дам тоже у меня будут помидоры расти просто вскопать надо вручную руки еще не дошли тот номер я думал у меня больше места под картошку будет так она сюда все и не войдет посмотри сколько у меня картошки очень много вот на смотрите уже с листиками может сказать поросла мешок надо разрезать ну там взял то а нет раз ряд вот наверное два ряда он посадил да друзья картошки мы объедимся у меня у соседей уже картошка взошла они ее уже окучили между прочим мне очень нравится вот этот окопник посмотрите если учесть что у нас это знаете так свободно не растет ну потому что окопник он понимаете ему влага нужна вот я его специально посадила под дерево гляньте ему здесь прям хорошо и мята начала отрастать смотрите вот она мята в прошлом году ее не было в общем она куда-то делась у меня но померзли не знаю смотрите чистотела я бросала семена в прошлом году взошли несколько кустиков я их берегу чтобы он у нас рос это надо постоянно поливать здесь у нас перезимовала ежевика в прошлом году у меня окопник как-то побогаче был мне кажется он так долго цветет вообще мне очень нравится красивый он у меня растет друзья как декоративное растение и у меня скоро зацветут пиончики сейчас покажу вам пиончики после того как у меня же корова вышла ночью посмотрите потоптала грядки поломала кое-какие цветы вон совсем один львиный зев умер смотрите какие красивые виолки просто прелесть очень красивые ну вот не знаю кто ее выпустил факт тот что утром рано утром мой муж углядел что ворота открытые ходит коровы ну как всегда у нас виноватых мы так и не нашли потоптали они грядки вот еще видите не разрослись мои кустики поливать надо постоянно постоянно и полоть надо постоянно сегодня не полила вчера не полила значит завтра приедем с заказов и надо будет поливать водосбор зацветает мой собственный видите у меня раньше было всякого полной махровый был махровый мне не понравился какой-то кустики у него маленькие и вот у меня теперь самый обычный и я купила волн еще он там ведь сиреневый в этом году взяла вот так у меня вот такой вот цветет вот такой мне он очень нравится красненький наконец-то начала разрастаться петуния ведь вот она уже по 3 цветочка цветет красивая да разрастется будет вообще красотища здесь у нас жасмин набирает бутончики вот видите вот он пойдемте посмотрим там там у нас пионы скоро расцветут сейчас покажу вам пионы вот эти ушки слиные ушки зайчи ушки никак я купила на рынке но не постоянно вянут воды мне хватает я же вам говорю у нас надо поливать каждый день каждый ну вот они пионы плохо что знаете что они у меня все красные красивые но красные мне надо прикупить белых пионов так вот ирисы смотрите какие богатые бутончики выпускают просто красотища так симпатично там анют на глазки на каждый раз это все показываю мне люди уже горит они ты становишься скучно чем буду показывать хотела вам колбасу показать и то не судьба ведь сказали час жди вот я гуляю вместе с вами по огороду чтобы вам а да у нас мошка же появилась фу второй день мошка это сейчас ходила но он так ко мне особо не приставало вообще мы носим маски шляпы такие вот здесь то я все время домовых развожу не мажу себе никакими кремами детским крем с вазелином но господи с ванилином жирное потом все от него и пыль налипает в общем мне легче домовых развести потом помыться как бы от дыма и все получается замечательно вот а я до этого снимала кос ночью и курицу так что я сейчас поставлю чтобы вы не скучали а мне как раз пока вы будете смотреть я вам смонтирую видео и там уже колбасу наделать потом ставить коптить и все и пока она будет коптиться пойдем на стрим так что приходите будет время забивать всем пока а Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 Молодец.